Сегодня в монастыре, в нашем Святодуховном монастыре, традиционно состоялся очередной Свято-Отеческий кружок. Он был посвящен жизни и памяти, пока еще не преподобного, но уже очень почитаемого в России, старца Адриана Кирсанова. Он отошел к Богу совсем недавно, 28 апреля 2018 года. То есть еще нет даже 40 дней с момента его представления ко Господу, но уже есть понимание, что с нами был великий человек, великий духоносный старец, который предстательствовал о нас перед Богом, живя на земле, и теперь с еще более сугубой молитвой будет обращаться к Создателю, к Творцу Вселенной, о нас всех, в том числе и в первую очередь, наверное, о его чадах, которых он окормлял и которые притекали к нему множество со всего высшего союза, даже из других стран, насколько я понимаю. И вот в том числе одна из таких чад, одна из таких, лучше сказать, посетительных, она по смирению, я думаю, так я себя не назвала чадом старца, но она несколько раз была у него, и он повлиял на нее очень сильно. Она была с нами на скайп-мосту, выступила, Наталья ее зовут, она подвизается, работает в просветительской организации, в Троице-Сергиево-Лавре, занимается очень благоугодными делами. Она рассказала очень кратко о том, что старец, значит, для нее, она повествовала о великой любви старца ко всем людям, в том числе и о своем ощущении этой евангельской любви, исходящей от старца. И также она рассказала удивительную историю, когда один из атеистов, таких закоренелых атеистов, он был обращен старцем ко Христу Богу нашему, к вере во Христа, и перестал быть атеистом, превратился не только в верующего человека, но и в монаха. То есть он был пострижен старцем незадолго до смерти. И отошел к Богу чуть-чуть раньше, чем сам старец, буквально после Пасхи, вот в этом году, в 2018 году. Вот эта удивительная история, когда он чудесным образом его вывел из ада, этот человек, которым повествовала наша собеседница, он был в аду, и старец такими огромными, как она сказала, кулачищами, растолкал всех бесов, которые уже чуяли добычу в этом человеке, свою добычу, и он даже причастил его там в аду, то есть дал частичку благодати Божией, получается, через себя, по своим молитвам Господь причастил этого человека через старца. И этот человек стал верующим. Вот удивительная история. Для меня, конечно, это было открытие. Я про это не знал, но это такая вещь, которую не все рассказывают. Но в данном случае вот чадо старца, повествование, это передали нашей собеседнице Наталье. Вот. И что еще интересно было? Наша встреча состояла из нескольких частей. Первая часть была посвящена... Мы показывали фильм, показывали фильм о старце. Фильм такой, так скажем, непрофессиональный, но сделанный с большой любовью человеком, который подвизается на Афонской горе одним монахом. И он фактически выложил интервью со старцем, живое интервью, без купюр. Тем самым оно еще более ценное, потому что вот эта вот речь, живая речь старца, его улыбки, его юмор даже, повествование о жизни в разных монастырях, встречи с разными подвижниками, оно придало определенный такой колорит этому фильму, своеобразный оттенок. И еще также хотел сказать о чем? О том, что мы прочли отрывок из книги известной писательницы Нины. Известная писательница, вот, к сожалению, Нина Завока, фамилия, она написала старца несколько таких этюдов, отрывков, которые рассказывали о повседневной жизни. О повседневной жизни, его приеме посетителей, о чудесах, которые случались. Ну, конечно, это замечательно услышать, потому что для нас, как я уже говорил, мы в ходе встречи говорили о том, что главное, почему мы вообще ведем встречи, посвященные старцам, это пример жизни по Евангелию, который мы видим в них. В них этот пример для нас, он, во-первых, является маяком, таким путеводной звездой, по которой мы идем по пути спасения. Во-вторых, он вдохновляет нас всех. Он вдохновляет нас для того, чтобы мы могли поддерживать, вот иметь такой огонек, огонек внутри себя, который нужен нам для следования по пути спасения. Для меня, для самого, было удивительно, вот что мы предыдущее занятие наше посвятили старцу Кириллу Павлову. А как узнало сейчас, буквально в ходе нашего мероприятия, что отец Адриан был чадом старца Кирилла. И вот такая преемственность, она очевидна. Вот для меня удивительно. И то, что мы говорили в прошлый раз, в том числе о ученике старца Кирилла, об Игумене Киприане, Ященко, известном миссионере, проповеднике, также связано в том числе и с ним сегодня, то, что наша собеседница, она помощница, помогает ее в богоугодных делах. Игумен Киприан имеется в виду. То есть вот такая связь отцов, связь старцев между собой, связь современных подвижников, современных миссионеров между собой. она для меня, очевидно, очень ценна. Царю Небесный, утешителем души истины, и через весы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, прииди, вселися мы, и очистины всякие скрелы, и спаси даже души наши. Мы начнем с чего, который подвизается на фоне. Вот, но он будет разговаривать с старцем Адрианом. Фильм небольшой, там 20 с чем-то минут. Потом по плану у нас связь с девушкой, нашей землячкой, кстати, она сейчас в Москве, и она, ну, в общем, она сейчас работает, кстати, у Игумена Киприана Ященко, так, Господне правило, потому что вообще спустя несколько дней мы говорили об отце Киприане, кстати, в прошлый раз, в контексте нашего разговора о старце Кирилле Павловне. И вот еще раз Господь привел нас на встречу с Игуменом Киприаном, его помощницей. Вот она расскажет кратко о одной истории, которую ей поведали чадо. Чадо старца, очень удивительная история, о том, как старец привел к вере одного атеиста закаменелого, почему-то недавно произошло, буквально в течение последних месяцев до его смерти. Вот. И потом, потом, мы можем ей вопросы какие-то небольшие задать. Ну, она сама сказала, что она не может много рассказать, она всего пять раз с ним встречалась, и она не может в полном смысле себя назвать чадом старца, потому что для того, чтобы быть чадом, надо окормляться постоянно, да, ездить, советоваться. Ну, у нее были очень большие события с ним связаны, но она может не обо всем может рассказать, да. Вот. И потом дальше мы прочтем отрывок о старце из книги Нины Павлова, известной писательницы, вы, наверное, видели, читали книгу «Пасха красная», другие книги. Она рассказывает, немножко художественном там стиле, но о событиях, которые она сама была свидетельницей, как я понял, и все это также связано с отцом Андреалом. Вот. Если кратко, так вот предварительно, рассказать о жизни, о биографии, то старец родился в 1922 году. Он из простой семьи, потом, затем, значит, он в первое время подвязался в Троице-Сергию-Лавре. Вот. Он вначале был верующим, насколько я помню, в житие, потом отошел, охладил, но затем определенные события его привели к Богу. Он работал на заводе. Тогда уже он был достаточно религиозный человек, и мы прочтем там отрывок из его жизни, который повествовали его сотрудники, коллеги по работе, по заводу, которые сначала посмелились над ним, потом стали его чадами впоследствии и приезжали к нему уже окормляться. Он вначале был насильником Троице-Сергию-Лавры, пока в один из прекрасных дней он не, ну, он уже получал дары, от Бога получил, и вот его дар от изгнания бесов проявился однажды таким образом. Каким образом? Он проходил по территории Троице-Сергию-Лавры, и рядом с ним проходила одна американская гостья. Ну, тогда Советский Союз и приезжали все-таки показать лавру, для того, чтобы сказать, что у нас якобы нет гонений на церковь. И вот эта одна высокопоставленная американская гостья, она начала то ли гавкать, то ли там мукарека, то ли еще что-то. В общем, она забесновалась при приближении к старцу. Ну, естественно, был скандал и так далее. Ему сказали, ну, священачально надавили, сказали, чтобы старец покинул лавру в течение 24-х часов. Его перевели в Псково-Печерский монастырь, и последние несколько десятков лет, ну, примерно 30 лет, он находился в монастыре в Псково-Печерах, и там подрезался, был хорошим другом архимандрита Иоанна Крестьянкина, они вместе принимали людей, но его главное такое, его главное служение было, это изгнание бесов. То есть, помимо того, что он, да, помогал людям, окормлялся, ой, окормлял их, да, помогал спасаться людям, приходящим к нему, со всего Советского Союза приезжали к нему посетителям, у него был такой мощнейший дар, это изгнание бесов. И действительно, как мы видим, вот даже влага проявлялся, но у Псковика, мы как понимаем, что он усугубился, он намного стал более сильным. Так вот, начнем просмотр фильма Афонского монаха. Пятнадцатого монаха Филиппе. Его речь такая простая и иногда вам понятна, то, что она не слушается. Это в школу печать в монастырь. Меня зовут монах Соловьев Филиппе. Я хотел бы представить третий фильм из новой начатой серии и сихасте среди нас. История этой серии такова. Первый фильм, фильм, который был снят на Афоне о тайне иконы дарования молитвы, беседа с батюшкой и расхимонахом Рафаилом Берестом. После этого, во время приезда в Москву для издания книги «Тайна Афонской пустыни» я встретился с матушкой Тамары. И вот матушка Тамара рассказала о делании молитвы в условиях жизни мирской. Это был очень интересный опыт ее. Третий фильм из этой серии встреча со старцем Адрианом Терсановым, известным духовником, одним из старцев ныне здравствующих, важных не только для России, но и для всего мира. Отец Адриан подвязается к Псково-Печерскому монастыре, и сейчас ему 93 года. Это прозорливец и духовник, которые устекаются со всей России, со всего мира, страждущие и нуждающиеся духовным утешением. Возможно, в этой серии и сихарство среди нас выйдут и другие фильмы о других людях с их опытом, но уже высшедшие фильмы показывают опыт людей, живущих в пустыне, как отец Арфаил Перестов, посвятивший большую часть своей жизни пустынно-жительству, люди, живущие в миру мемориальни, как матушка Тамара, Тамара Павла, живущая в обычном спальном районе Москвы, и старец Адриан, проживший всю жизнь в общежительных монастырях, занимавшийся миссионерским служением для Амириана. То есть это три пути, три разных внешних опыта, но духовно-единок в своей сути, в своей сокровенной духовной жизни устремленности к неприставной покаянной молитве Иисусовой и вообще к Богу общению, любым формам молитвы покаянной, неприставной. Что касается фильма «Поце Адриане», он был записан 6 августа 2015 года во время визита в склубе Чешского обители. Милостью Божией удалось, несмотря на понятные трудности в связи с тем, что батюшке Адриану 93 года и к нему очень много людей стремится, все-таки встретиться с отцом Адрианом. И хотя не было уверенности, что удастся сделать запись, но милость Божия была в том, что батюшка благословил записать эту беседу. Начинается она с удивительного случая, который батюшка рассказывает как бы между прочим, но если слушаться, вдуматься, это сразу ответ на многие вопросы, прежде всего вопрос о основе основ молитвенного делания, о вере. Случаи, которые рассказывает батюшка удивительно, он провалился под лед и пробыл достаточно долгое время на глубине нескольких метров в ледяной воде. Он остался жив, спасся чудесным образом, необъяснимым образом, будучи вознесен на ледину. И монахиня, которая рядом с ним находилась, она после этого как бы вторично веровала в Бога, сказала, что до этого ее вера была в общем-то суетной. Тут ей открылось, что действительно Бог есть. Эта тема и другие темы, другие примеры, которых касается отец Адриан в нашей беседе, они, конечно, иллюстрируют те вопросы, которые были ему задаваемы. И если не сразу, то потом стал понятен смысл тех примеров, которые его приводят. Примеры непростые, некоторые примеры довольно трагические, можно сказать, дно, мы решили не вырезать их из этого фильма. Молитесь старца Адриана, Господи, Иисусе, Христе Божий Наш, помилуй нас. А у нас в конце кругом около огня находится. Приходится много неси кодингу и уйти положение, чтобы как бы не упасть, усеки врага, но спастись и помочь болячим. находится и я сучился в воде глубиной 8 метров и вот я там находился. По-человечески сказать, а то, если в воде будешь, то обязательно захлебнется, дыхать нечем. Но я давно наел, я когда собрался на еду, а ну-ка опечатал, вот, как бы по-привычке, оказывается Бог есть и по-зарею на еду. Поэтому я теперь не потеряю не потерять вот стадательства вот еще вот ты развязал пополам, которых дождали материал. И материал идет на паку такого палача, как Эд, Ира, много стало там. И поэтому если он с пищником, то сейчас теперь в будет много не будет. Не читаешь, у нас подчаивают, конечно, отрабатывают занимают жизнь. Вот, то тут надо иметь глубокую эволюцию, господи, я хочу покаяния положить, а не этим заниматься всяким учением. Понятно. считайте, что вот сейчас некоторые стали говорить, что не обязательно исповедоваться. И это что-то тебе, а ты в Христе. И Христос тебя как Борис. И сидеть там, сидеть и читать. А вот книжку, а все ты как они шли в пустыне, и как тебя спасал. Отец Арфавил постоянно меряет температуру. Ему надо, чтобы было около 30 градусов. Если меньше, уже холодно ему. А у нас был такой знаменитый человек, Иерманах Кирилл. Да. Но потом, конечно, на собственную девицу у Питера не девицу, а даже артистку. Ну и жениться на ней. И что он вообще шлал. Так он это дарил эти самые круглые такие ЛЧСи, и они не нажимают так кнопку. А они сами разговаривают, дают знать, сколько времени и так далее. И вот она мне подарил, а я взял и подаю другому человеку, думаю, мне надоело слышать эти слова. А теперь он ану до меня. То и делай надо спишь, а меня это просто узнать, чтобы читать подумать что и кричить «Юстина, сколько лет?» А то на самом год. Ну вот это вам говорить будет. А это было. Хорошо. Батюшка, а вот вы прожили монастырь всю жизнь. Скажите, что в монастырь самое главное? Вот в какой вывод вы прожили? Смерение, терпение. Когда я удовольствую поступил, то на кухне пустую работу. Вот. И у нас был повод учатый, конечно, научив ученый повод. Вот, ех, прием, а он, да, давай, намечь, прочь, там, нет, или что? Да, Платон, так его называли. Ну и что, Платон, конечно, я бы хотел, чтобы он там остался и нам спасал. А его взял бы так направил в Америку, давай Америку посвящать. Ампа гордость и, конечно, поехал в Америку. Он ездил к епископам, а он тоже меня доверял сейчас Платон, да, свою мать, мухая, там, мать. Случай, да, вот, действительно, очень хорошие кадры, уникальные, что-то без всяких, там, без цензуры, там, даже ролик, так называется, да, то, что он рассказывал случай, когда монах становился, ну, допустим, в этом эпизоде епископам без смирения, без терпения, без погодности. Я думал, что он достойно, как часто это бывает, вот, принимает благословение человеческое за благословение Божие. очень бывают случаи, когда, к сожалению, сейчас не все из иерархов, которые отвечают за рукоположение, они могут волю Божию возвещать напрямую, да, часто каким-то своим мыслям действуют, по каким-то соображениям и предлагают рукоположиться, там, человеку, да, и человеку, вместо того, чтобы посоветоваться с такими людьми, как отец Адриан, там, как отец, сейчас, царство небесное отца Адриана, нет, есть отец Власи, отец Адники, отец Ильи Ноздри, ну, другие старцы, да, вообще, кто может волю Божию познавать, да, они все старенькие, вот, и вместо того, чтобы посоветоваться с духоносным отцом, который волю Божию знает, то есть, ну, надо ли становиться монахом, священником, тем более, епископом и так далее, они принимают, что вот, действительно, они достойны, что им дали такое послушание, да, конечно, ради послушания тоже много Господь поможет, но, тем не менее, в таких случаях надо обязательно узнавать волю Божию, иначе это может очень плохо кончиться. Вот, афонская традиция насчет рукоположения, она такова, если братья, во-первых, там не всех рукополагают, вот, из всех монастырей, допустим, в монастыре 100 человек, там всего лишь, ну, я не знаю, общую статистику, ну, не все, очень мало-то еромонахов, служащих, то есть, те, которые служат литургии, а еще меньше тех, которые принимают исповедь, духовников, там вообще их разнообчестнут, мало людей, которые действительно духомосные, такие, могут различать помыслы, откуда они, от Бога или от Дьявола, могут дать совет, вот, и, как правило, вот этот духовник именно рекомендует человека потом в последующем для рукоположения, то есть, вот этот духовник, который его знает, он очень опытный, и он, его рекомендует, или не рекомендует на рукоположение, то есть, если бывает так, что рвется человек, священство, монах, хотя это, кстати, вообще не приветствуется по канону, ну, вернее, по традиции святых отцов, допустим, Феофан Затворник пишет о том, что если одному человеку в письме, он пишет, что если с желанием монашества у вас соединено желание священства или тем более епископства, то отложите свое вступление в монашество до тех пор, пока вы не будете желать только монашеского жития, то есть, когда человек будет посвящать себя молитве, уединению, смирению, терпению, скорбею, ну, такому тускому пути, чисто монашескому, а не будет думать о том, что он может там кого-то спасти, будучи священником или тем более епископом. То есть, вот, кстати, этот человек послушал в том случае святителя Феофана Затворника, он 20 лет боролся с этими мыслями о священстве епископства, и потом он стал все-таки, он эти мысли с Божьей помощью отогнал, стал монахом, через какое-то время его действительно поположили священники и потом епископа, и он стал священномучеником. Я не помню, как его зовут, но он был случай такой жизни, когда человек действительно пошел в монашество ради монашества, а все остальное, то, что потом ему Бог, да, это уже было не, больше не его желание, а была воля Божия, которую он принял. То есть вот такой момент, и старец как раз Ириан, он сказал о том, он же иллюстрировал, какой пример, может быть, не сразу понятно было, его спросили о том, что главное в монашеской жизни, он сказал, смирение и терпение, а вот когда этого нет, то человек принимает на себя непосильные обязанности, и как мой духовник говорит, ну, он говорит, тогда дрова случаются, да, тогда дрова, и человек ломается, его служение не то, что не приносит плода, но оно еще и во вред, особенно самому служащему, вот как произошло с этим епископом, который поехал в Америку и думал, что просветит американцев, находящихся во тьме, пал сам, причем так сильно, что как Адриан, старец Адриан сказал, что похоже, что он остался трактористом, то есть как он был трактористом вначале, так и потом его лишили сана епископского, и похоже, что он и монашество сам снял, хотя монашеско не снимается, но если человек не живет по-монашески, конечно, он может и перестать быть монахом, и перед Богом он, похоже, стал действительно обычным мирянином, как и был трактористом. Это страшно, конечно. Ну и в конце, еще о чем хотел сказать, краткий комментарий, что вот отец Адриан помазывает маслом людей, ну, помазывает, вот, допустим, мой духовник также был в монастыре, и также его отец Адриан помазывал, говорит, огромное, такое, огромное благодатное ощущение от этого масла, то есть такое ощущение, как, говорит, у тебя голова вся светится, то есть, и радость видна, ну, благодать, позже, огромная благодать, Боже, через это масло, через это масло перешло на того, кто был помазан. Вот это случай, вот, тот, который был. И еще мой знакомый, друг из Великавказа, сегодня мы с ним общались, он говорил тоже, что отца Адриана был, ну, все ему рассказал, он кратко тоже, он примерно так же сказал, как сейчас, вот здесь мы слышали, он говорил другому, молодежи, человек до сих пор только начинает концептавляться, и сказал ему, а Бог-то есть, то есть, вот из этого опыта своего, да, когда Бог нам много раз помогал, в том числе, как мы видели, спас его от смерти, с глубины, да, его выдохнул с такой большой глубины, вот, и он такие слова сказал, так, давайте теперь выходить на связь, Наталья нас ждет уже в Москве, постараемся наладить связь, но предварительно мы созванивались вроде ничего, вроде нормально. Кстати, мы и в прошлый раз записывали на диктофон, в Москве там была запись диктофона, если кто-то захочет прослушать более качественную нашу запись, которая была посвящена Архимандриту Кириллу, то на сайте, я думаю, мы сможем выложить диктофонную запись, сейчас тоже я Наталью попросил, чтобы она со своей стороны там в Москве сделала запись, потому что иногда искажения при передаче звука, а когда это на месте запись происходит, то связь там качественная записывается. Так, видишь, Наталью попросил, что ты видишь, да, видишь нас? О, нет. все, думаю, все. Так, ну вот мы все собрались, мы просмотрели очень интересный фильм, в котором была живая, запись живого старца, отца Адриана. Кстати, если ты хочешь, может быть, ты не видел, я тебе сброшу потом ссылку. Не должен. Записывал один афонский монарх, он в чат от Павела Берестова, отец Салфи, его интересный общий рассказ, там также отец Адриан делится своими жизненными историями, вот, и, ну, прям много интересных вещей есть. Вот, скажи, пожалуйста, о том, Том, как ты познакомилась со старцем, каковы твои ощущения от этого знакомства, вот, понятно, что ты, наверное, какие-то личные вещи не все можешь сообщить на публичном нам, и, но, тем не менее, вот я хотел бы узнать о том, кто для тебя ставится, Адриан, как вы познакомились. Да, хорошо. Ну, во-первых, мне очень приятно пойти в скетч, посвященный Адриану, которого я очень люблю. единственное, хочу выяснить большую поправку, было указано, что я его отчет упадет. Да, не совсем так, духовным чатом я никогда не была, но те несколько встреч, это было четыре встреч, наверное, я считаю, четыре встреч у него хватит. Они, конечно, пришедут, я никуда не поюшу, и это мое духовное сокровище, которое я понесу через свою жизнь. Это мать, мать. Поэтому, может быть, я даже долго больше желаю не свои какие-то полосы были не сказать. Я собиралась в деятельность прийду из к чатам. Местами основных для пивания садри, которые были до 30-го апреля. Может, потише сделать, идет. Искажение звука. Можно помедленнее, то есть, прямо медленно говорить, можно искажение звука идет. может, идет искажение или можно чуть-чуть поближе, если тебе удобно, к микрофону. Да, хорошо. Ну, вот, я знаю, свои впечатления, какие могу рассказать. То, что, ну, для меня больше из-за цветой. Вот. Когда я запретила его маленькую пель, вы ощущение, что он находится в старте неприятном. Погу отметить очень бережное отношение к душе человека. Не было таких интересных показаний, как выступить. Не в отношении меня, не в отношении других людей. вот, те, что я общалась на небе. Вот, вчера я учились восемь. Конечно, не знаю. Какое-то эхо, Наташа, какое-то эхо, там, что там может быть, я не знаю. Ничего, да? Ну, ладно, хорошо. Поглядь. со мной величайными я была знакома. Угу. 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 Хорошо. Угу. И хотелось бы рассказать историю, вот, свидетельство, которое у меня сухопало, вспоминания Галюшки о чатахе. чатахе. Угу. 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 ничего, ничего. Ну, вот она. Я не притянула. Вот. Вот. Вот мне рассказали, поскольку это яркий случай, который не запомнил. С этой женщиной меня познакомила как раз на одной паре. В принципе, другие ее обучают. Она живет в Москве. Она в початке откладывала нахуй в теле. Но муж у нее был практически не пущий. И тут он серьезно заболел. У него случился четвертый обширный инструктор. Потом вляпал, тракт, химфарк. Врачи отмерили буквально несколько часов или дней в его жизни. И сказали готовиться к тому же. Лариса Павловна в это время поехала к Патриану попросить и свою умиральщину. Патриану попросил. Патриану попросил. Патриану попросил. Раскапливать. Раскапливать. Вот сегодня в пункт, когда он ходил в те дни, и причастил. Далее рассказывать, что он попал в ад. Наташа, извини, сейчас я паузу небольшую. Я уточню. Вы понимаете люди, я тебя понимаю. Да, я понимаю. Отец Адриан его причастил к тому человеку, который в ад попал. То есть у него клиническая смерть, как я понимаю, была. И он во сне увидел, что бесы его отступили. Отец Адриан появился и начал ему помогать. Вот на этом месте Наталья остановилась. Ну, у нас более-менее слышно все, все правильно. Связь. Хорошо. Вот. И он, ну, мне, конечно, Аднатолий Дмитриевич увидел, что у отца Адриана как будто бы огромный плач. Я не так обычно. С временем, говорит, какие у батюшки были плачки. То он отбивал, как бы физически, а вот с Адрианом думал, что он не может быть. Его... Ага, ага. Скажите, ничего, ничего. А, после чего мы и получили Адриан. После этого скушья, Адриан Дмитриевич. Это искушение просто. Кошмар, я про то же самое. Ничего страшного. Доброе утро, Даша Швага. Ладно. Преобразился в опусть. Он воспресс сколько тела? Жилья, надо сейчас микрофон поменьше делать. А, может быть, да, действительно. Может, у тебя микрофон чуть поменьше сделать? Чувствительность. Чувствительность микрофона. Процентов 35 поставить. Эхо идет. Ну, по-моему, да. А. Вот, а прежде всего, Адриан Дмитриевич по заведу, вот, и... Начиналось, да. Теперь уже приходящий к ней и призывал к покаянию. А, то есть он атеистом был. Потом после этого случая он стал верующим и начал призывать людей к покаянию. Это произошло буквально. Вот. А там он складал недуг пенопития. Вот. И... Ну, как бы, купить и выпить. И когда к нему однажды пришел зять, который страдал тем женихом, он, его призывал покаяниться, иначе говорить, либо придешь туда же, где был там. То есть, он оставался парализован в течение полтора года. Полтора года, да? Да. Но все время он укралился, не ромдал, благодарил Бога. Очень был благодарен Адриану. Вот, хотя до этого всю жизнь ругал свою жену за то, что она 10-10-10-10-10. Он понятен, почему надо ехать в печёх, если в Москве столько свечений. Вот. Теперь сам уже целовала фотографию Адриана. И Адриану живу. Вот, иначе. Да, да, это можно. А они не встречались, как я понял, да? Они вообще не встречались. Они встречались, как всегда, один раз. Сколько один раз встречались, да? Да. Вот. Но вот его воскрешение, такому, лучше всех был как срока Адриана. Вот, я заглянусь в своей почке, потому что я говорю буквально, цитируя рассказы, я записывала в книгу, ну, расскажу, как я описываю. Вот, и когда был такой случай, вот моей знакомой, тоже Чада Адриана, на вот эту пасу этого года, пришли поздравить Анатолия Дмитриевича. Анатолия Дмитриевича в коме. Они прорапели ему пасхальные пресмотрения. Вы вышли из комнаты, а ручка жила, и кто на крыльку. На Страстную Седмицу отец Адриан благословил постричь его в монашество с наречением. Это уже в этом году все было, да? Это все вот последнее событие, да, вот этой Пасхе. Вот эта Страстная Седмица. Еще раз я хочу продублировать, да. Это ему было уже 95? Нет, сейчас рассказ идет о том мужчине, который отец Адриан воскресил фактически, вернул в жизни, но он уже сам при смерти был. И вот этот мужчина, Анатолий Дмитриевич, он впал в кому вообще уже на Страстной неделе, ну, в Великий пост. А потом, когда, вернее, на Пасхальной неделе пропели тропарь пасхальный, да, и он начал, он открыл, да? Открыл глаза? Да, открыл глаза, пасхал, вырастали. Угу. Вот. На Светлой Седмице его постригли. Угу. На Светлой Седмице его постригли. На Светлой Седмице его постригли монашество. Да, с наречением имени Зенот, который отец Адриан ему давил. Вот. Ну, это с благословения патриарха, его зачислили в братью Татского монастыря. Но постриг был мудовой. Ура. Вот. И после пострика, ну, вот, отец Адриан, ну, как бы, звонил и говорил, он у друга. Ну, вернее, Кедеин писала сообщение, вот мне жена, его жена прямо зачекывала эти сообщения. И, вот, что еще стоит сказать, чтобы нас ничего не говорит. Интересно вообще. А, не знаю. Я, Анатолий Дмитриевич почил на Радовицу. А, вот недавно. То есть он сразу, вернее, сначала он, а потом отец Адриана почил, да? Получается так. Радовица, она же у нас была раньше. Она где-то пятнадцатого, что ли, была семнадцатого. Где-то так. Ну, да, получается так. То есть отец Адриана, будучи вот при смерти, все-таки заботился о своих чадах. Вот. Да, это настоящее чудо. Человек, который уже и сам, сколько ему было, девяносто пять лет, он уже тогда был отцу Адриана. И он сам заботился о других, о том, чтобы к вере привести людей. Так молился, что чудесным образом это и позволял за людей. Хотя и не ходил в жизни. Так странно, да? Что к разуму не уходят в таком возрасте. Да, да, да. Да, вот чудеса. И после смерти отец Адриана написал, ну, кивейца, естественно, под диктовку батюшки написала сообщение. Несколько сообщений было Ларисе Павловне, что он воскрес, он у Бога, он в царстве неизвестно, то есть человек спасся. Да. Вот и был ему отметлен в полтора кода попаяния. Да, слава тебе Господу, слава тебе. Вот. Кстати, это еще одна отличительная черта старцев. Они могут знать не только о нашей вот сегодняшней жизни, рассказывать ее, но и о том, о загробном состоянии души. Мы видим это у святых отцов, которые, допустим, там, в потеряках, они говорят, о, душа такого-то преподобного отца возносится. И говорят, там, после сорокового дня, где они находятся, да, бывает и раньше даже, где как, Господь определяет. Вот. Вот так же у отца Адриана, то есть он подобным, подобным был святым отцам древности, которые тоже также могли сказать о загробном состоянии души. Ну, и сейчас такие отцы есть, вот, и старцы, которые и до конца истории человеческой они будут оставаться. И чудесных случаев очень много. Ну, например, когда Вадим мой приезд, мы встретили кипячоры. Нам встретилась женщина с сыном, с сыном где-то года 22. Вот. Он беснован. Беснование у него проявлялось очень явно, мы это видели в храме, вот, ну, говорили этим утробным голосом, ну, всякие непотребства во время службы и так далее. Она приехала с Хабаровска. Ну, приехала она таким образом. Когда она уже отчаялась, она не знала, что ей делать с сыном, потому что он буйный. Физически его уже удержать нельзя, то есть, ну, что с ним делать. Ей во сне явилась Божья Матерь. И сказала, я хочу, что тебе там помогут. В Хабаровск, из Хабаровска, да? Да, они прилетели из Хабаровска. Окончание этой истории я не знаю, но вот это то, что вот сама эта женщина нам рассказывала. Вы жили там? Вот это вот, да. Ряд ли? Чудеса. Вот. Множество, великое множество исцелений физических онкобольных. Одна женщина онкобольная, ей сказали ложиться на операцию, это вот единственное, что ей может быть поможет. Она приехала в Печор из Сибири, к батюшке не попала. Но ей дали маслица. Вот тут Печор знает, что батюшка освещал масло и его раздавала. Да, да, да. Она мазалась этим маслом и вскоре после возвращения из Печор врачи развели руками и сказали, что не требуется не только операция, ну не нужна уже не только операция, но вообще какое-либо лечение. То есть она была полностью здоровой. И она вернулась к Печору и уже рассказала эту историю, благодарила баба, уже к батюшке. Вот. Очень множество исцелений, физических больных. Вот мои знакомые, с которыми я 7 лет назад познакомилась. Отец два семьи, он, ну не все певчие, и он. Певчий, у него консерваторское образование, поёт с детства. И однажды потерял врачи. Он говорит, что врачи диагностировали и парадически с детства. Как раз это такое есть. Вот. Ну и сказали, что после успешного лечения, может быть, он может разговаривать. Вот. Но по молитвам отца декана он не только смог, но и открыл. Забил, да? Опять забил. Да. Это было много лет назад. Вот. Так что много таких исходов очень много. Но вот самое главное чувство, конечно, это то, как батюшка, вот молитвам батюшки преображались в человеческие души. То, как люди действительно могут помнить специально. Да, да, да. Ну это, конечно, это действие благодати Божьей, через Него. И одно из самых главных, ну, главное, наверное, проявление наверняка Божьей благодати в любом из нас – это любовь. Да? Правда же? Вот огромная любовь. Старцев она чувствуется. Эта любовь у батюшки была просто безгранична. Каждому. И ты приходил, и ты чувствовал, что роднее для батюшки, роднее тебя никого нет. Хотя хоть он первый раз. Да, да, да. Да. Это мне тоже знакомо. Вот его отца, в Глазе, в Глазе, в Глазе, тоже такое же ощущение. Мои последние слова были, батюшка, от вас не хочется вообще уходить. Я говорю, такая любовь, действительно. Даже слезы в Глазах у меня были, сервисы. Я говорю, ну, не хочется уходить, но надо, сзади ты сколько людей. Сотни людей потом к нему идут. Да, это точно. Это самое главное проявление благодати Божией, любовь, которую дает сам Господь. Самый высший дар Божий нам всем. Да. Да, Наташа. Ну, в общем, ты, конечно, на всю жизнь запомнила старца, как я понимаю, что он в твоем сердце не всегда. Ну, это память сердца будет, конечно, да, на всю жизнь. Да, еще, знаешь, когда мы с тобой разговаривали, для мне очень умилительны были твои воспоминания о том, как митрополит теперь уже Тихон Ширкунов приехал на прощание со старцем. Да, батюшка, ну, митрополит Тихон уже, он пришел с огромным букетом белых рост. Вот. Он сделал два поклона земных перед гробом батюшки и поприветствовал его пасхальным приветствием Христос Воскресе, батюшка. Вот. Он, конечно, к сыну не относится, к отцу Адриану, любит его. Вот. Да, да. Очень умилительно, да? Правда же. Такой человек, известный, популярный во всей России в таком сане бисковском. Да. А теперь он сейчас промыслом Божьим там, да? Ой, это чудесно, действительно. На святой бисковской земле будет. Для меня было большой радостью узнать, что он цепь митрополит бисковский. Да. Слава тебе, Господь. Наталья, я тебя очень сильно благодарю за этот рассказ, потому что он нам полезен для нас всех, для людей, которые жаждут чего? Как говорит еще один старец Иосиф Топецкий писал, что современный человек больше всего нуждается в примере жизни по Евангелию. Вот. Это самый большой дефицит для нас, особенно для современных людей. Потому что преподобные все меньше и меньше. Все меньше становится действительно таких примеров. Они будут всегда. Но, к сожалению, количество людей, желающих посвятить себя Богу и всецелому, а это именно в первую очередь монахи, оно сокращается. Мы видим это. И такие отцы, как преподобные, ты уже вырвался у меня, но я думаю, это вопрос времени, когда отца Адриана канонизируют просто потом. Вот такие отцы, как старец Адриан, как старец Кирилл Павлов, у которого… Ну, кстати, да. Отец Адриан был чадом отца Кирилла. Тем более. И после смерти отца Кирилла он говорил, что, когда спрашивали, как ему молиться, потому что, ну, для тех, кто знал отца Кирилла, он тоже, нет сомнений, что он святой. Отец Адриан сказал, что он преподобный. Да. Понял. И Лаврская Кирилла считает отца Адриана своим Лаврским. Да. Он же начинал, получается. С него суббогом они есть здесь в Лавре. Да. Там, возле Кирилла. Хорошо. Вот так вот мы в день, когда еще нет отдания, праздника Святой Троицы, фактически мы вместе в Духе Святом соединились с лавровскими насельниками. И вот особенно сейчас с отцом Адрианом. Я хочу сказать, что и Наталья у нас, она подвязается, во слава Божьи, работает, в Троице Сергею Лавре служит. Вот. И помогает, как может, на поприще просветительского служения отцу Игумену Киприану Ященко, о котором, кстати, мы говорили до этого в рамках нашей беседы о старце Кирилле. Вот. Очень сильно благодарю Тебя, Наташа, за… Еще последний такой момент, что важно, ну вот в старчестве, да, эти люди, они, которые сами достигли духовного совершенства, они прежде всего задают вектор движения и всех наших стремлений в вечную жизнь. Да. Вот. Это очень ценно при встрече. Да, да, да. То есть они, они Тебе направляют Тебя и вдохновляют, так сказать. Это такие маяки, да. И которые являются собой в бенеер, во-первых, вот, которыми можно подражаться. Да, да. Правильно. Это такое ценное замечание. Спасибо, Христос Тебе, Наташа. Спасибо, Господи. И, конечно, очень вдохновляющие вот такие чудеса, которые Господь творит через старцев. Правда? И, опять же, промыслительно, что я и сам-то не знал, что только сейчас узнал, что отец Адриан был чадом отца Кирилла Павла. А только очереди к Батюшке такие, что не выстоятся никак. Словом, томимся в очереди и грешим, осуждая тех, кто терзает Батюшку по пустякам. Судите сами. Вместе с нами все эти дни стоят в очереди местные женщины, которым надо получить у Батюшки благословение на сбор ягод в лесу. Давно бы сходили в лес и набрали ягод, усмехается паломница из Москвы. А то ведь скоро будут благословляться так. Батюшка, благословите, чихнут. Но если сборница ягод вызывает скорее недоумение, то юные Лидочки из Петербурга достаются уже по полной программе. Во-первых, Лидия прошла к отцу Адриану без очереди, потому что Батюшка так благословил. Во-вторых, ей назначена генеральная исповедь, начиная с семилетнего возраста. А это, как известно, дело долгое. Через окно Келли видно, как Лидочка достала из сумки толстую тетрадь и, капая на бумагу слезами, начала читать. Минут сорок читала. Наконец захлопнула тетрадь, и Батюшка уже разложила на ее голове Петрахиль, как девушка достала из сумки вторую тетрадь, потом третью, четвертую или уже пятую. Мне уезжать надо. Она все сидит, нервничает, полонится из Владивостока. Да, кстати, ну так это все реальность, это же есть реальность, описывает интересно она. Наконец Лидия вышла из Келли, но тут же вернулась обратно. Ой, батюшка, я уже забыл спросить. И батюшка снова о чем-то говорит с исповедницей, называя ее ласковой Лидочкой. Лидочка, Лидочка, взрывается негодованием красавица Катя. Без году недели у батюшки уже Лидочка. Катя явно ревнует Лидию к батюшке, а история у Кати такая. Шесть лет назад она оставила жениха и приехала к старцу, требуя, чтобы он постриг ее в монахини. Катя вся в подвигах. Например, этим великим постом она ела, как кролик, лишь капустные листья, пригласив меня, кстати, присоединиться к ней. Я отказалась, осославшись на свою немочь. Но если вы даже такой малости не можете, надменно сказала мне Катя, то чего же доброго от вас ждать? Правда, в отличие от кролика, Катя после этого возненавидела капусту. И тем обиднее то, что батюшка не замечает Катиных подвигов и не благословляет на постриг. Забегая вперед, скажу, что когда через десять лет я спросил знакомых, постриг ли батюшка Катю. Они ответили, не постриг. Но Катя у нас железная леди, все равно он своего добьется. Впрочем, Катя не единственная, кто приезжает к старцу добиваться своего. Мнение батюшки таким людям даже не интересно. Да, это вот, кстати, такое часто бывает. Ибо старец просто обязан благословить чью-то вздорную идею, выдумку или самообман. В итоге желаемое выдается за действительное. И вот лишь один, но известный факт. Несколько лет назад якобы по благословению старца Адриана проходила акция «Всенародное покаяние за убийство царя». Возле храма стояли женщины с подписными листами. Уговаривали прохожих поставить подпись. А иначе Россию не спасти. Ради спасения России подписывались многие. Но тут один инок сказал. Простите, но вчера я был у батюшки Адриана и спросил его про эти подписные листы. А батюшка ответил. Да разве мог я благословить такую глупость? Каяться надо в личных грехах. А покаяния за чужие грехи в православии нет. А мы думали, смутились женщины. В общем, как говорил преподобный оптинский старец Нектарий, кончайте думать и начинайте мыслить. Лидия наконец уходит от батюшки. И очередь теперь движется быстро. Славный все-таки народ монахи. И по любви к старцу не тратят его время попусту. За льду кратко изложат свои нужды и уходят, благословясь. Глядишь, и мы попадем. Радуются старушки-поломницы из Москвы. Нам всего на минутку калешеньке гостинцы вручить. Он ведь наш заводской, с автозавода Лихачева. Старушки помнят старца еще молодым, называя его прежним именем Алеша. И был Алеша таким пригожим, что сохло по нему немало девчат. Зазываем Алешу на танцы, рассказывая в москвичке. А он после работы лишь в церковь ходил. Обиделись мы на него влюбленные дуры. И решили, раз ему плевать на девчат, то мы ему за это в банку со святой водой наплюем. Собрались, забрались к нему в общежитие, наплевали. А после этого все слегли. Температура 40. Мука мученическая, головы от подушки не поднять. Болеем, мучаемся. А догадались, это нам наказание за грех. Написали записку Алешу. Прощение просим, чтобы он помолился за нас. А по его молитвам мы вмиг исцелились. И самое главное, к Богу пришли. С тех пор от батюшки не на шаг. Сначала услужил в Тойце Сергия Лаврия. И мы уже семьями ездили к нему. Перед первым сентября всегда детей привозили. А батюшка помолится о школьниках. Благословит ребятишек. Их дети, глядишь, с усердием учатся и уважают старших и учителей. Молитвами батюшки мы горя не знали. А потом начались гонения на старца. И партийные власти распорядились удалить его из Лавры в 24 часа. Но прежде чем рассказать о гонениях на старца, приведу некоторые факты, характеризующие духовную атмосферу тех лет. Недавно скончавшийся протерей Валерий из Козельска рассказывал, как нелегко было в те годы поступить в семинарию. Будущего священника тут же начинали таскать в КГБ, обещая показать небо в клеточку, если не откажется от своих намерений. А потом за дело принималась милиция. Абитуриента перехватывали на вокзале и задерживали на несколько суток, чтобы на экзамене он опоздал и в семинарию не попал. В общем, тактика у семинаристов была такая. За месяц до экзаменов уезжали из дома и прятались в лесах близ Троицы Сергия и Лавры. В день подачи документов высылали вперед дозорного и по его знаку путь свободен. Быстро бежали к монастырю, чтобы успеть подать документы в приемную комиссию, пока не задержала милиция. Только после этого можно было чувствовать себя в относительной безопасности, ибо официального гонения на религию в СССР не было. Иностранцев приглашали убедиться. Смотрите сами, храмы открыты, студенты учатся в семинарии. После окончания семинария отца Валерия пригласили на работу в оперный театр. Голос у батюшки был удивлен. Но он хотел быть священником, а в регистрации на приходе власти отказывали. Три года батюшка оставался безработным. А игумен Петр Барабаш, узник Христов, отказавшийся сообщать в КГБ сведения, полученные на исповеди, то есть вымогали даже исповедальные сведения, после лагерей мыл привокзальные туалеты, потому что по указанию органов его больше нигде не брали на работу. Слово, что бы ни говорили о священниках, служивших при советской власти, якобы продавшихся КГБ в кавычках, это был все-таки путь исповедничества. В те годы, как рассказал мне однажды архимандрит Адриан, он спал, подложив под голову череп, чтобы приучить себя к мысли о смерти и неизбежности страданий за Христа. И дал Господь своему исповеднику дар старчества, дар прозорливости, дар помощи болящим и огненную молитву, попаляющую бесов. В тронце Сергия Лаври у отца Адриана было послушание, отчитывать бесноватых. Исцелялись многие и не только на отчитке. Люди, приговоренные, казалось бы, к пожизненной инвалидности, работали по дому с питательницами в детском саду, врачами, в поликлинике и мастерами на производстве. А один партийный деятель после исцеления положил в райкоме партбилет на стол и стал открыто исповедовать Христа. Все это вызывало негодование уполномоченного по делам религии, и не только у него. Помню, как в Школо-Печерском монастыре один иерарх жаловался на отца Адриана. Вот иду я по монастырю. Идруг тишь, благодать, благолепие. Но стоит выйти из кельи отцу Адриану, как сразу начинается скандал. Кто-нибудь тут же завизжет, загавкает и захрюкает. Вы же сами видели это безобразие. А ведь в монастырь иностранцы заезжают. В Троице Сергиево-Лавре иностранцы были особенно часто. Их привозили сюда, чтобы убедить, в СССР нет гонения на религию. И правда, лишь то, о чем поется в песне «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Иностранцам, в свою очередь, было любопытно посмотреть на этот дикий темный народ, который, в отличие от просвещенной Европы, все еще верует в Бога и по слухам ходит в лаптят. Так вот, однажды в Лавру привезли американскую делегацию довольно высокого ранга, судя по тому, что ее сопровождали руководители СЦК КПСС. Все шло, как обычно. Американцы с любопытством разглядывали монахов, как разглядывают в музее кости маммотов, осколок прошлого, старина и уже отжившая свой век музейное православие. Но тут из кельи вышел старец Адриан, исповедник Бога Живака и молитвенник Бесогон. Он просто молча прошел мимо, но руководящая американская леди вдруг забесновалась, завизжала, захрюкала и, не зная ни слова по-русски, стала материться площадной матом, выкрикивая при этом, «Попа Адриан, убью! Убить попа!» Скандал был изрядный, и некий руководитель из ЦК распорядился в гневе убрать Адриана из Лавры в 24 часа, чтобы духа его не было. Официально это называлось «Отца Адриана перевезти в Скоропечевский монастырь». Батюшка был тогда тяжело болен, но ему даже собраться толком не дали, а за батюшкой до электрички бежал народ, задавая вопросы, умоляя о помощи. Так всегда, старца даже в болезни не оставляют в покое. Однажды рассказывали москвички, заболевшему старцу привезли умирающую женщину Нину, рак четвертой стадии, неизлечимый, и врачи предрекали скорую смерть. Нина была тогда далека от церкви и привело ее к старцу отчаяния. «Умираю я, батюшка», – заблакала она, «Скором урок. Вот и давай готовиться к смерти Нина», – посоветовал старец. С тех пор прошло, наверное, лет 30. Нина все еще готовится к смерти. Говорят, она теперь монахиня в тайном постриге и подвижница во Христе. И тайну продлевшейся жизни Нина объясняет разве что слова святых отцов. «Смерть никогда не похитит мужа, стремящегося к совершенству». С годами старец стал болеть все чаще. Вот и сейчас в очереди проносит слух. Батюшке опять поднялось температуру. И врач запретил продолжать прием. Очередь волнуется и волнение усугубляется тем, что снова появляется Лидочка и просит пропустить ее к старцу на секундочку. «Только через мой труп преграждает ей дорогу Кати. Мы из Сибири к старцу приехали, не можем попасть». «Ростятые возмущаются сибиряки. Но Лида не внимается, стучит в одну кель. «Батюшка, родники, меня не пускают к вам». «Чего тебе Лидочка?» «Выходит на колесу отец Андреа». «Батюшка, я взяла сейчас билет на автобус. Благословения на дорогу вас не взяла. Сдай билет на автобус, поездом поедешь». «Нельзя мне поездом наречиться Лидочка. Поезд приходит в 11 утра, я на работу опоздаю. Начальница меня живьем съест». «Поедешь поездом, пресекает эту дискуссию батюшка и тут же отходит к местным женщинам, благословляя их на сбор ягод. О сборщицах ягод расскажу чуть позже. Но сначала о Лидочке. Она действительно поехала поездом, по-детски доверяя опыту святых отцов, утверждавшихся, как Ава благословил, так и надо поступать. И как хорошо, что есть это доверие, потому что наутро пришло страшное известие. В автобус, на котором собиралась ехать Лидия, врезался пьяный водитель КамАЗ. И было много крови и жертв. Прямо лишь тех, кто уезжает завтра. Объявляет с крыльца отец Адриан, приглашая в келью почему-то и меня. Заходим в келью в пятером. Под шепот келейник. Заболел батюшка. Мы из Пскова уже скорую вызвали, чтобы госпитализировать его. Не задерживайте батюшка. Но и без слов келейника видно батюшке плохо. Благословляющая рука обжигает огнем. Все стараются говорить кратко. Лишь один уник разливается соловьем. Еще святитель Игнатий Бринчаминов писал, что истинных старцев уже не стало. И даже в монастырях не владеет Иисусовой молитвой. Пока лучше можно шепчет келейник. Но если вкратце, то еще святые отцы утверждали, не все в монастыре спасаются и не все в миру погибают. Вот у нас в монастыре не братья, а братва. И отец наместник дракон. Часто бывают такие люди, которые так считают. Значит, хочешь уйти из монастыря, спрашивают батюшка. А знаешь ли, брат, что монах, покинувший свой монастырь, приравнивается к самоубийце и даже лишается христианского погребения? Мама болеет, сникает имя и просит разрешение вернуться домой. Вот и меня мама о том же просила. И была, брат, такая история. Впрочем, эту историю я уже знаю от московских знакомых старцев. А дело было так. Однажды отец Адриан получил от матери слезное письмо, где сообщалось, сгорел их дом, живут теперь в землянке. А в землянке в дожди вода по коленам, и тяжело заболела мать. Вот и умоляла мать сыночка хотя бы на время оставить монастырь. Заработать денежку и построить им дом, ибо помощи ждать больше не от кого. Из монастыря отец Адриан тогда не ушел, но денно и мощно молил святителя Николая помочь его больной матери. Долго ли молил, не знаю. Но друг приносит ему сумку с деньгами. А в сумке записка с просьбой передать эти деньги матери монаха, у которой сгорел дом. Кто прислал эти деньги, до сих пор неизвестно. Но когда, купив дом, мать отца Адриана стала осматривать его, то обнаружил на чердаке большую рекору святителя Николая. И святитель вовался ей. Тяжело тебе, брат, понимаю, утешает батюшка Инока, и сует ему в карман сверток с деньгами. Тут мне денежки передали, а ты матери их перешли, чтобы лекарство самое лучшее, питание хорошее. Главное веру не оставит Господь. Погибаю я, батюшка, плачет Инок. Хочу спастись, осуждаю всех. А на это вот что скажу. Ну, договорить им не дали. Приехала скорая. А батюшка все силится продолжать приемы, прощаясь теперь ко мне. Прошу ответить на это письмо. Беру батюшке запечатанное, нераспечатанное письмо от знаменитой спортсменки-чемпионки, из которого позже узнаю. После травмы позвоночника спортсменку парализовала. Никакое лечение не помогает, но Бога она верует. Крещена в младенчестве. И знакомый священник причащает ее на даму. Выпиши ей, диктует ответ батюшка, что она не крещеная. А что ее крестили в младенчестве, она ошибается. Теперь многие ошибаются так. А после крещения ей полегчает, и глядишь на поправку пойдет. Батюшка, ну вы же не прочли письмо, даже не распечатали его, неудоумевая я. Разве не прочел? Удивляется старец, дает последнее наставление. Без меня ходи к батюшке Анну Христианкину. Он духовный, а я кто? Это раньше были великие старцы, а теперь остались одни старички. Много позже архимандрит Иоанн Христианкин напишет мне в письме. Отец Адриан, вот истинный старец, а я лишь души попечитель. И слово в слово повторит сказанное отцом Адрианом о былых великих старцах и нынешних старичках, имея в виду самого себя. Старцы иногда говорят одинаково, но они очень разные. В архимандрит Иоанна был дар слова. К нему часто ездили в ту пору именитые интеллектуалы, чтобы послушать богомудрые получения старца. А к батюшке Адриану все больше лепится тот горемычный народ, где жизнь скорбь на скорбь и одолевает болезни. Да что вы ходите за мной толпами, сокрушается батюшка. Я же не пантелином целитель. Господи, покоя нет и помолиться не даю. Покоя батюшке действительно нет. Вот и сейчас сковора припил народ. Женщины плачут, жалея батюшка. Отец Адриан раздает ему утешение, приготовленные в дорогу припасы, вручая пакет фруктов и мне. Батюшка, ну да полно у нас дома фруктов, отказываю себя. Лучше дайте напоследок духовный совет. Ты о чем? О том, как жить. Как жить, задумывается батюшка и говорят про некновенно, как говорят о личном. А ты живи просто. Смотри, куда ножки Христа идут и иди за ним. Скоро вывозят батюшку в областную больницу. Я вдруг понимаю, ножки Христа ведут на Голгофы. Это тесный путь, но иного нет. Со сборщицами ягод я познакомился после отъезда батюшки. Оказалось, что они заготовители. Собранные ягоды сдают в приемный пункт. А на заработанные деньги кормят семью и даже строят дома. Мы без благословения батюшки в лес не ходим, рассказали женщины. А помолится батюшка, благословит нас. И мы сезон отработаем без устали. И заработаем хорошо. Однажды я попросил женщину взять меня с собой в лес. С 15 августа, как объявили по радиусу, разрешается сыграть грузнику. И мы отправляемся по ягодам. Правда, женщины сразу предупредили. Первую ягоду они берут не для себя, а для Бога. Отдавая все собранное в монастырь. Вместе с нами отец Келлари управляет в лес за грибами четырех паломниц во дворе с Катей. Потому что Успенский пост грибы особо нужны. На опушке леса все молятся. А старший Валентин читает молитву священному ученику Харлампию. Великому страдавцу, которому перед казнью явился Господь и сказал. «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». И старенький епископ, а был и Харлампию 113 лет, стал молить Бога о людях, которые суть плоти кров. И додарил им Господь в памяти о его страданиях изобилие плодов земных, чтобы люди насыщались и славили Бога. И было нам даровано в тот день такое изобилие плодов земных, что я не знаю, как рассказать. В общем, дальше, если чуть-чуть сократить, они набрали то, что им нужно. И небольшой сюжет вот такой. «И такой красивый брусники, я сроду не видела, одна из них и говорит. Я не замечал, что брусника красивая. Признается, бывала сборщица ягод Марина. Почему не замечал? Как объяснить? Муж с весны безработный, а трое детей. Я не ягоды собираю, а деньги считаю. Вот на сотню набрала, а еще на полсотни спешу и не вижу ничего вокруг. Я сегодня собираю бруснику бесплатно, а дух захватывает от красоты. Господи, думаю, я такая счастливая. Слава тебе, Господи, слава тебе». То есть вот когда мы во славу Божию что-то делаем, да и не за корысти, то тогда совсем по-другому мир даже открывается. И правда, радость будто праздник сегодня, говорит Валентина, наставляет меня. «Ты первый огурчик и помидор со своего огорода обязательно в церковь снеси. И будешь, поверь, всегда с урожаем». Кстати, это вот очень сильная традиция. У нас тоже была из Нижнего Новгорода бабушка, тетя Нага, она просорила пекла. И там вообще вот такой уже скандовой, так скажем, России, северной области, центральной, там очень сильные такие вот традиции, которые церковные. Там вообще, конечно, богопочитание намного более глубоко. Ну, потому что у нас такая местность достаточно сложная. Вот. Дальше тут небольшой у них спор возник, с Катей, о которой мы уже говорили. И еще что… А, вот еще интересно. Еще вспоминается история одного недоступного геолога. Он два года поступал в геологический институт, чтобы, окончив его, понять, что перепутал геологию с туризмом. И сколько таких путаников на Земле? По словам одного американского ученого, человечество лишь на 5% живет реальностью, а на 95% – иллюзиями. Рано или поздно иллюзия рушатся. И несчастье удел мечтателей, построившие свой дом на песке. «На сегодня на нашем море тивериадский праздник. Как в раю побывали, насладившись красотой и девясь изобилию божьего урожая. Уходить из леса совсем не хочется. Но Валентина уже прилаживает на спину. Пестерь – это такая коробка, видно, со словами. «Отдохнули, и хватит. Пора. Сестры. Кстати, вот это замечание очень интересное насчет того, что мы живем иллюзиями. Даже научные люди, которые такого глубокого склада, сильный интеллектуал, они понимают, что человечество заблуждается. 95% людей просто обманывают сами себя, не видя себя». – Ну, проще жить. – Ну, проще жить, да. Обманывают сами себя и окружающих людей. Получается, что… – Наш домок, замок. – Да, замки возрушены. Они не живут, они так существуют, обманывают себя и вокруг. Уближая находящихся, что якобы они живут. – Ну, последнее, о чем хотел сказать, я прочитал в другом месте, на этом, я думаю, завершим. Прочитал о послушании. Одна паломница пришла к старцу, это тоже реальный факт, и сказала, и, в общем, она хотела быть очень сильно послушной. Он говорит, ну, вот ты послушна хочешь быть, вот тебе заповедь. Три дня в свой дом, она жила в Печорах, там, ну, в общем, рядом с монастырем, никого не пускай. Три дня никого не пускай. Ну, ну, что тут такого, да, сложно. Три дня никого не пускай, ну, на постой имеется в виду, ну, ничего не буду никого пускать. На следующий день, по-моему, уже дождь пошел, и приходит там жалобно стучать женщины с несколькими детьми, два или три человека, я сейчас не помню точно. И она сначала думает, ну, старец сказал не пускать, ну, ладно, и не будет пускать. Потом она начала жалеть, думает, ну, дождь, там, исключительный случай, когда участвует, правда, у себя, там, можно, когда сильно хочется. Ну и все, в общем, она прикрылась тем, что любовь, главное, и пустила эту женщину, и все. И она там находилась с детьми у них какое-то время. Потом, наконец, совесть ее начала подораживать. И она начала думать, ну, послушаем, выше поставим молитву, ну, что ж такое, они там, ну, тепло на улице еще, ну, что там дождь. В общем, она выставила эту женщину с детьми, и оказалась правильной вовремя. Почему? Выяснилось, что эта женщина была адептом сатанинской секты, которая действовала в соседней Эстонии. Она взяла в России, похоже, несколько ребят для жертвоприношения, и вызвала их туда, в эту Эстонию, для вот этого страшного, мерзкого действия, да. Вот. А полиция их искала, то есть интерпол, народка была, все. И вот они как раз фактически спрятались от полицейской погони в этом доме этой женщины. Если бы она не выставила их на улицу, то так бы не раскрылось ничего, вот эти несколько детей бы погибли в страшной смерти. Представляете, вот каково послушание, какова сила старческого слова. Вот. Вот на этом хотелось бы закончить сегодняшнее наше мероприятие. А на следующее, кстати, я вас прошу о молитвах, потому что вот в данном случае мне не удалось идти на каких-то насильников в монастыре, но у меня есть еще надежда, что мы выйдем на монастырь в Америке, возможно, если Бог управил, так, чтобы Господь управлял по молитвам Матушки Божьей, по молитвам святых афонских отцов, в том, чтобы мы вышли на 12 июня на связь или с представителем монастыря Антонио Великого, который находится в Америке, в штате Аризона, или же чтобы мы вышли на связь с человеком, который хорошо знает, или как-то еще как-то слышал какие-то подробности в жизни старца Ефрема Филофейского. Хотелось бы следующее занятие провести 12 июня, когда у нас выходной день, посвятить его старцу Ефрему Филофейскому, о котором мы уже немножко говорили. Он является учеником Иосифа Исихаста и подвязается около 16 лет сейчас в Америке. Ему самому в этом году именно в июне исполнится, если Бог даст, 90 лет. И поэтому вот как раз вот это событие я хотел бы отметить в нашей встрече, мы посвящены. Да, и я еще раз вас спрашиваю, хотя наверняка знаю ответ ваш. Хотелось бы от нас, от всех, от нашего прихода, который тоже знает о старце Ефреме, и от вас, от нас всех поздравить его с 90-летием. Если вы не против, то я тогда в общем наше поздравление такое напишу. Значит, на русском ясно, что напишу, на английском тогда буду с племянницей писать. И если получится, то даже на греческом напишу, чтобы уже на своем родном языке, через там знакомого на родном языке, чтобы он прочел это поздравление. Вот все, что хотел сказать. Спасибо вас Господи. Прошу молитв о развитии нашего Свято-Отеческого кружка, о том, чтобы Господь управлял наши встречи. У меня есть план по дальнейшему продвижению нашего кружка. Летом, скорее всего, буду его делать с Божьей помощью. И подключать уже тогда какие-то ресурсы даже финансовые, с тем, чтобы даже связь была у нас лучше. Да, то есть там модем можно уже 4G приобрести. Потом, может быть, мы выйдем на связь с теми греческими богословами, о которых я говорил. Конечно, самая такая для меня желанная встреча будет с митрополитом Рафиным Лахасом. Если получится, у меня сходим правильно, может быть, с Лесенем. Но для этого, опять же, нужно, во-первых, Божье благословение, во-вторых, нужны финансовые ресурсы, потому что вы сами понимаете, что связаться с Грецией, там даже звонки нужны, во-вторых, нужен переводчик синхронный, в-третьих, там еще какие-то технические магниты нужно оплачивать. Вот, поэтому прошу ваших молитв для того, чтобы наш кружок развивался и выходил на новый уровень. Потому что мне очевидно, что он нужен, что люди посещают, что люди интересуются. Более того, мы можем расширить нашу аудиторию за счет привлечения, допустим, YouTube-канала, за счет того, что мы можем потом проводить какие-то онлайн-трансляции. Еще будем советоваться по поводу этого, в том числе и с Андреем, да и с другими людьми, которые соображают это. Ну вот такие планы, а там как Господь управит. Дай Бог нам силы, в первую очередь разума, Богом просвещенного, чтобы нам делать то, что Богу угодно и нам всем полезно. Вот это будет самое главное. А уж каким образом, там технический момент, это сам Господь управит. Все, спасибо, Господи, вас дали молиться. Песня. 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 Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи! Благодарю Тебя за гордостью на наше занятие, на наше лечение. И святая Богородица, и святые вселенские святители и учители, Василия Африкина, Григорий Богослов, и Ангелы Таос, преподобные Сергия Радонич, и святые мученики, и царские мученики Старстодемцы, преподобные отцы, и боже, что упечатал на нас преподобные мученика Корнилия. Благодарю вас за ваши молитвы за вас, за ваши молитвы, за вашу помощь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Поздравляю вас всех, кстати, с праздником Святой Тролицы. Такой праздник, который, конечно, вообще в третьем месте в нашей иерархии церковной. Он очень радостный для всех нас. И, конечно, зиму Святого Духа, потому что для многих этот праздник является престольным. Думаю, что некоторые из вас окормляются, приходят в наш монастырь. Но для меня он тоже отчасти престольный. Тот и тот, кстати, праздник, он строит Сергий Лавровин. Сейчас учусь, а до этого Святого Духа в монастыре тоже учился в свое время. Спасибо Господи у вас. Все, с Богом. Будьте помощи. Да, если кто-то получает наши рассылки, еще раз напомню, напомню, все свадьбы, что вы решили свадьбы. Вот все вроде наши. Субтитры сделал DimaTorzok